Музыка Ассаламу алейкум, варахматуллахи в барахатух, мир вам и благословения Всевышнего. Июль месяц, в котором комплекс фонда Ярдам отмечает свой день рождения. Комплекс, который состоит из реабилитационного центра и мечети, был торжественно открыт 19 июля 2013 года. И свое шестилетие комплекс отметил проведением очередных курсов для глухих и слабослышащих. Об этом и других новостях июля в нашем видеожурнале. Еще до своей официальной регистрации Национальный исламский благодарительный фонд Ярдам начинал свою деятельность с организации курсов для глухих и слабослышащих. Первые курсы для них были проведены еще в 2004 году. Работа с людьми, имеющими ограничения по слуху, продолжается. И этот проект фонда Ярдам носит название «Говорящие руки». Курс реабилитации по нему проводится на регулярной основе с 2016 года. А их программа, как и во всех реабилитационных проектах фонда, насыщена и многогранна. Уроки по декоративно-прикладному искусству всегда интересны и увлекательны. Встречи с юристом полезны и актуальны. Те, кто изъявляет желание, получает знания по исламу, учится читать намаз, изучает арабский, знакомится с особенностями исламского права. Те, у кого нет противопоказаний, получают массажные процедуры. И все, без исключения, участвуют в спортивных мероприятиях. Кроме традиционных состязаний в шашке, шахматы и дартс, большое внимание занятиям лечебной физкультурой, которая проводилась не только в упражнениях на коврике, но и ходьбой со скандинавскими палками. Эта новая дисциплина на курсах реабилитации введена в учебный план благодаря субсидии Минэкономики Татарстана. Популярна среди реабилитантов и купленные при поддержке фонда президентских грантов велотандемы. Прогулка на велосипеде для многих людей с ограничениями здоровья – мечта, которая осуществилась в Вердаме. Прогулки и экскурсии – среди обязательных пунктов в программе курсов. Реабилитанты посетили Казанский Кремль, пересекли Волгу на теплоходе и провели пикник на природе. Стоит отметить, что география слушателей курса по проекту «Говорящие руки» с каждым новым заездом расширяется. Если в 2016 году курсанты были только из Казани, то же на эти курсы помимо жителей Казани и Татарстана приехали из Саратова и Сентукова и Екатеринбурга. Возрастной диапазон также широк – от 17 до 80 лет. Да, учимся, играем, намаз читаем, намаз читаем. Что больше всего понравилось? Что больше всего понравилось тебе. Общения, в других много, да, интересно. Взрослые, а ты самая маленькая, тебя не смущает? Нравится тебе бабушке, дедушке? Нравится? Нормально, говорю. По мнению реабилитантов, помимо общения, одна из главных достоинств курсов – это знание об исламе. Да, я научился намаз читать. Буквы, арабские буквы. Тоже будем учить, стараться. Я рада, что приехала. Я очень рада, что приехала. Нам очень понравилось. За доброжелательные отношения в вашем коллективе. Преподавайте имамы. Условно есть. Все хорошо. Благодарю вам. Мы уже получили интересные знания об исламе. Мы научимся уже, наши научились. Думают, что там арабские слова, там, тяжело или читать невозможно. А потом начинаем читать, уже начинает легче понимать, легче станет. Самое главное – начало положено. Начало. Вот, самое простое начинает. А потом сложно, сложно, уже все будет повышается. Зависит от старания. Намаз научились читать? Намаз научились? Намаз. Пока слов нет, все просто. А, просто. Ну, я ел. Имам, место, вот так, имам. И так, таспих, так, это, течетки уже. По себе уже знаем, как молитвы читаем, так, уже знаем. Таспих, повторяем. Так. Что будут вспоминать, когда уедут? Наса искать через муна, вспоминать. О, мащет. Когда уедут, мы уйдем, очень прекрасные вспоминания о вас. О городе красивом, городе Казань. Мы вчера ездили там по искусству, какой шарик, очень красивый такой. Мащет красивый. Прям потрясающе вообще убрать, понравился осень. Да, теплоходы. Весер мы провели. Всякие игры там. Отдыхали. Кушали. Кушали там. Просто отдохнули хорошо. Приятно. С пользой. Не быстро прилетели. Да, да. Курсы быстро пролетели. То есть не быстро прошли. Ну, странно. Один миг, все. А мы только думали, мы приехали, только мы завтра уехали. Не понимаю, как быстро. Времени хватает. Да, времени хватает. Еще будет там, еще 20 дней. Десять дней пребывания в центре Ердам, по мнению реабилитантов, недостаточно. Они хотели бы больше. Ведь знания, которые здесь дают, трудно получить где-либо еще. Как программа курсов? Программа. Программа, все учтено своих способностей, глухих, слабослышных. А подходит эта программа. И где-то есть слабая сторона, а учить так, чтобы это учение было интереснее. И еще у них появляется желание, еще, еще, слушай, 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 слушай. Интереснее, это вот такие учения. И поэтому это здесь очень мудро придумано. Программа очень мудро. Это, я говорю, потому что в будущем, я думаю, что он будет процветать. И всем, когда больше, 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 больше уверят, что это такое, есть возможность получить образование, получить это самое учение, будет увеличиваться. Количество желающих сюда попасть. Количество, да, желающих будет обязательно. В Багестане все глухие удивились, что тут, как бы, у них там нет такого. И то, что мы за это время вагасы снимали, нам рассказывали, слышали. И потом это в группу глухих отправляли почти каждый день. Они там все рады были. Слушайте. И говорят, хотим сюда приехать. Информация расходится. Думаю, что это больше будет желающих. Особенно то, что в других мечетях как бы нет переводчиков, а глухие, они не могут речь, они не слышат. И нужен человек, который бы переводил. И потому что у них желание есть этот ислам изучать. То до этого я этот намаз не знал, как правильно. Я копировал. И сколько надо, количество. А вот недавно узнали, сколько точно надо делать это, частей намаза. И потому что легче, когда не волнуешься, начинается легче намаз делать. Остается только, ну, уже тут учить уже сам Коран. Значит, да, благодарить руководство фонда Ярдем за эту возможность прийти сюда учиться основам ислама и стать ближе к Аллаху. Своей благодарности в адрес сотрудников, преподавателей, поваров, воспитателей и врача Центра Ярдем реабилитанты высказывали на собрании, посвященном закрытию курсов. Те же, кто все эти 10 дней был связующей нитью между миром звука и миром тишины, средопереводчики Рассай Саберзьянова и Адгам Ямагулу были награждены благодарственными письмами фонда. Библиотеке Центра Ярдем прошло торжественное собрание, посвященное шестилетию со дня открытия комплекса. Как отметил руководство фонда Ярдем, в комплексе нашли свой второй дом очень много людей. В самых первых дней мечети и реабилитационный центр заполнились, и сегодня ведется масштабная работа по реабилитации различных категорий инвалидов. На собрание был приглашен заслуженный архитектор Татарстана Айвар Сатаров, который в свое время совершенно бесплатно сделал проект здания комплекса. Автор проектов многих мечетей, лауреат премии имени Тукая Айвар Сатаров, был награжден медалью Национального исламского обладательного фонда Ярдам за вклад в меценатство и медалью Мухтасибата Кировского и Московского районов Казани за вклад в духовно-нравственное возрождение ислама. Много мечетей понастроено уже за последнее время, да? Но, к сожалению, они даже красивые, эти мечети, но они не наполнены жизнью, они пустые. А эта мечеть прекрасна тем, что она живет. На спортплощадке комплекса Ярдам прошли очередные соревнования среди мечетей Мухтасибата Кировского и Московского районов Казани. В турнире по волейболу приняли участие представители семьи мечетей, причем в командах как на предыдущих соревнованиях были как прихожане, так и имамы мечетей. Стоит отметить, что среди участников были и иностранцы, но они не были приглашенными звездами и дальше свои подгруппы не прошли. Впрочем, даже и те, у кого не шла игра, были довольны проводимыми Мухтасибатом спортивными состязаниями. Очень хорошо турнир. Прошлый турнир мы тоже участвовали, мне понравилось. Это очень надо, потому что, как сказать, чтобы человек был духовный и физически развит. Такие турниры очень важны, так как это сплачивает братство. Это важно также для того, чтобы мусульмане знали друг друга. Потому что Мухаммад сказал, что сильные мусульмане лучше, чем слабые, хотя в каждом из них есть благо. Поэтому соревноваться лучше, это, как бы сказать, развивает мусульмане все стороны, иншаллах. Машаллах, все братья мусульмане очень хорошо играют. Все мирные. Благодарить, кто это создал, благодарить ему. Ас-саляму алейкум. Семь команд были разделены на две подгруппы, в каждой из которых выявляли двух сильнейших. Затем полуфинал и финал. Игры проходили без долгих споров, с дружеским отношением и зрительской поддержкой. Дорогие братья, аль-хамдалля, была очень серьезная борьба, как в начале нашего соревнования, так и в конце. Аль-хамдалля, много было эмоций, много было мощи. Аль-хамдалля, видно, в Рамазане вы много пытались скопить. Сейчас это все вышло. Аль-хамдалля, пусть Аллахталя примет. Все ваши старания, все ваши стремления. Очень прекрасная игра, очень удивительная игра была. Аль-хамдалля, и мы рады приветствовать вас в нашей мечети. И за ваши старания, вот от нашего, аль-хамдалля, фонда Ердем, хотелось бы вас всех отблагодарить вот этими прекрасными подарками. Слово предоставляем главному судье. Так, братья, спасибо всем за игру. Была великолепная игра сегодня была. Если что-то по судейству было как бы неверно, непрофессионалы, поэтому уж думаю, что без каких-то обид и Рамы. Третье место в упорной борьбе с ребятами в мечети Аль-Ислах заняла команда за лесной Нуры. Команда Ердема с трудом, добравшись до финала, заняла второе место, уступив командой мечети Маулит. Ребята из поселка Залесный были сильнее и заслуженно победили. Впрочем, победили все, кто участвовал. Весь июль, по вторникам и четвергам на спортплощадке комплекса занимались ребята сообществ инвалидов поселка Юдина. Здесь же на спортплощадке прошел турнир по мини-футболу среди мечети Мухтасибата Кировской в Московской районе в Казани, посвященной шестилетию Ердама. И аль-хамду лиллях, команда мечети Ердам заняла первое место. Иншаллах, это не последнее спортивное состязание на спортплощадке комплекса Ерден. Некоторая отдаленность от центра Казани не помешала комплексу фонда Ердам, куда входят учебно-реабилитационные центры и мечеть, стать объектом посещения туристами. Причем гости Ердамы были как из-за рубежа, так и из разных регионов России. Мы делали дуга, что мы иншалла туда поедем и посмотрим вот эту мечет иншалла. Это очень воодушевляет, аль-хамду лиллях, и показывает, насколько мы должны быть. Мы здоровые, аль-хамду лиллях, все у нас есть, аль-хамду лиллях. И иншаллах, наши женщины тоже отсюда унесут много хорошего, иншаллах. Мы благодарны Всевышнему, что у нас в Казани есть такая мечеть, аль-хамду лиллях, которая является уникальным примером не только для России, даже для мира, аль-хамду лиллях. Здесь люди, машаллах, незрячие люди. Коран наизусть изучают, это же надо. А у нас, зрячие, здоровые, молодые люди, столько времени отдают на всякую ерунду. Стихи непотребные пишут, читают песни, музыка. А то, что им пригодится и в этой, и в той жизни в обоих мирах, их это не волнует. Но иншаллах, я думаю, что и к ним придет прозрение, ибо Аллах сказал в Коране, боятся меня только знающие. Я думаю, со знанием к людям люди потянутся. Меня, еще раз повторяю, все потрясло, увиденное в центре Ярдама. В июле комплекс Ярдам посетил чрезвычайный полномочный посол Народной Республики Бангладеш в России, доктор Сайфул Хок. Знакомство с деятельностью фонда Ярдама и его реабилитационным центром произвело на гостя большое впечатление. У меня без слов. Я не знал, что такое может быть, что для людей встроено, чтобы им дали новую жизнь, чтобы они были приспособлены к обществу. Вот это, я считаю, что у меня просто, это надо пример для всего мира, вот как люди могут, это такое заведение, надо ввести в каждой стране. Брат, у вас пример. Я хочу, чтобы больше людей приехали, посмотрели, как это делается, да, как для инвалидов, для людей, которые не видят, вот как их приспосабливают к жизни, чтобы они постарались жить на полноценной жизни. Вот это, вот, у меня полная благодарность тех людей, которые приносят обществу такой дар. Низкий поклон. И я хочу, чтобы эти люди, которые обучают, они были здоровыми, чтобы они отдали все, что у себя есть. Это для меня было открыто, вот это, то, что я видел. Я хочу президенту, вашему руководству свою благодарность. И я хочу, чтобы наши представители приехали из Бангладеша, посмотрели, как это надо делать. Может быть, мы постараемся пригласить наших людей, чтобы они приехали, посмотрели и брали опыт от вас. Спасибо большое. Шестилетию комплекса «Ердам» было посвящено собранию попечителей. Приветствую их, председатель Совета фонда Эльдар Хазрат Боязитов отметил, что попечители – это друзья, которые не оставляют без поддержки, несмотря ни на какие кризисы. Благодаря Аллаху социальных проектов фонда становится больше, как и людей, которым помогает фонд. Всевышний посылает фонду меценатов и благотворителей, без которых невозможны все те добрые дела, которыми славится «Ердам». И, как утверждают сами попечители, помогая фонду, они помогают себе. И да будет доволен имя Аллах, и да вознаградит их в полной мере. Аминь. Впереди месяц, в котором мусульмане всего мира отметят один из самых главных праздников – Курбан-Байрам. И вплоть до 11 августа фонд «Ердам» принимает заявки на заклание жертвенных животных. Всех вам благ и да хранит вас Аллах. Ас-салам алейкум ва рахматуллахи ва барраката. Субтитры создавал DimaTorzok